Расположили два квадрата так, чтобы у них была общая решина. Вот так вот взяли и провели. Это понятно? Вот. Получилось, смотрите, А, Д, Б, С. И здесь у нас Е, Ф, и какая-то там точка Ж. Замечательно. Теперь спрашивают, вот эти вот точки, Ф, С и Ж, точка С лежит напрямую для ВЖ или не лежит? У меня на картинке не лежит, но я что-то за это не вырисовал. А может быть, если точка нарисовать, то точка С попадет, а может быть, не попадет? Повторяю. Два квадрата. А, Б, С, Д и Е, Ф, Ж, Д. Нарисованы, как показано, нарисуют. Спрашивают, точка С должна попасть напрямую ВЖ или не должна? Вот здесь нарисовано, да, что не попало. Да. А квадрат уже не равен? Нет, конечно. Конечно, Е, Д больше, чем А, Д. Конечно. Хочете сделать вот так? Да, и что? И смотрим в треугольники С, Д, Ж и А, Е, Д. И что? И получается, что вот эта сторона и вот эта сторона не равны, потому что... У квадрата стороны равны, конечно. Стороны? И вот эти стороны тоже равны, потому что... Конечно, и что? И вот эти углы равны, потому что они как-то полегаются... Потому что есть 90 градусов, из которых вычтен один и тот же угол Е, Д, С. Да, дальше. И значит, треугольники равны. И что? А, Д, Е конкурентен треугольнику С, Д, Ж. Хорошо, и что? И значит... Значит, мой вопрос о том, что точка С лежит на прямой ЭВЖ имеет ответ «очевидно нет». Смотрите, что вы на самом деле сейчас доказали. Вы доказали, что если взять вот этот треугольник и нарисовать его вот здесь, то вот этот вот отрезок равен этому. Разве нет? Да. Потому что при повороте на 90 градусов этот треугольник переходит в этот. И значит, точка С, конечно, не лежит на этом отрести. Все. Ответа нет. Нет. Значит, окончается. Почему точки В, С и Ж лежат на одной прямой? Потому что... Потому что там 90 градусов. 90 градусов. Так? Но единственное, все-таки, по-моему, у вас как-то чуть-чуть слогиха не то. То есть, если честно, это значит, что вы решили. Но, как-то вы ее рассказали, немножко странно. Давайте подумаем. Что такое АВЦД? Квадрат? Да. Что такое ЕФЖД? Квадрат? Квадрат. Отлично. А вот после этого не очень понятно, а что такое была точка С? Это была вершина квадрата АВЦД. Так? Да. Замечательно. А как получился вот тот заштрихованный треугольник? При... Повороте... Повороте... На... Теугольник. Градусов. По часовой стрелке вокруг точки Д. Так. Все понимают? Угу. Замечательно. И, значит, при этом повороте прямой угол ЕАД переходит в прямой угол... Д, Ж, Ж. Да. И поэтому точки Б, С, Ж лежат на одной прямой. А точка С не лежит на прямой М, Ж. Хоть у меня на картинке почти легла. Но почти легла, потому что чертеж приводит. Так? Все, спасибо большое. Так, и теперь, эээ... Феронично. А теперь вопрос. Господа, а нельзя ли было эту картинку нарисовать еще понятнее? Чтобы стало вообще вот совсем-совсем-совсем-совсем понятнее? Давайте подумаем. Что у нас здесь фактически? Здесь у нас квадрат, так? И в каком-то смысле косо расположенный квадрат, да? А давайте сделаем так. А давайте я продолжу вот так наверх. Тебе право. И сюда, я думаю. И сюда. И сюда. Давайте посмотрим фактически, что у нас с вами получится тогда. Можно взять и еще вот так провести. Это вообще-то очень простая штука. Это квадрат, расположенный внутри другого квадрата. Вот, посмотрите, пожалуйста, на этот большой квадрат. Как получены точки Е, Ф, Ж и Д? Посмотрите, не понимаете. Вот у нас есть наш большой квадрат. Большой квадрат. Что мы делаем? Мы берем какой-то отрезок. Здесь берем такой же отрезок. Здесь такой же отрезок. И здесь такой же отрезок. Поняли? И что получается, когда мы так вот соединяем? Понятный квадрат. Вот тот самый Д, Е, Ф, Ж. Так? Замечательно. А что называется, о чем речь? Что это за вот этот вот исходный квадрат А, В, С, Д? Да понятно, что если вот так вот провести горизонтально, и вот так вот провести, то здесь, конечно, получится квадрат. Почему? Ну, потому что вот эти отрезки равны. Понимаете, да? Вот они все равны. Где эта картинка вам уже встречалась? Где она, что встречалась? Теорема Пифагора доказывали? Доказывали теорему Пифагора? Давайте, может быть, вот в таком виде вы ее лучше признаете. Вот если я здесь вот так вот проведу, или здесь вот так вот проведу. Не помните? Есть прямоугольники-угольники. Сколько таких прямоугольников на картинке? Много, правда, да? Много. Замечательно. И каким-то там замечательным образом из этой картинки получалась теорема Пифагора. Что такое теорема Пифагора вообще, по сути? Да? А в квадрате. О, а где здесь А? Да нет А. Есть А. А. А, вот оно А. А где здесь Б? Ну, в самом деле, в таком виде, в квадрате, в квадрате. Вот это Б. Прогласны? Ребята, эта картинка, это ваше любимое доказательство теорем Пифагора. Где здесь С в квадрате? Ну, тут никуда. Это вот этот вот квадрат, который назвался, помните, Д, Е, было? Д, Е, В, Ж. Вот это и есть тот самый ваш цель в квадрате. Так? Замечательно. И что же утверждает теорема Пифагора? Площадь вот этого косо расположенного квадрата, цель в квадрате, равна сумме площадей чего? Вот этого квадрата со стороной А и вот этого квадрата со стороной В. Замечательно. Как бы это доказать? Еще раз. Теорем Пифагора звучит так. С в квадрате, это А в квадрате плюс В в квадрате. Как ее доказать? На этой картине. Совсем легко. Вы видите, что это цель в квадрате или нет? Косой квадрат. Так? Замечательно. Как отличается площадь большого квадрата от площади косого квадрата? Это цель в квадрате плюс четыре треугольника. Понятно? Да. Вот косой квадрат, видите? И раз, два, три, четыре. Так? Четыре треугольника. Отлично. А как по-другому представить? Это очень просто. Вот вам квадрат со стороной В. Согласны? Вот вам квадрат со стороной А. Вот вам два треугольника. Но и здесь, если провести диагональ, вот вам здесь будет еще два треугольника. Видим? Вот это А квадрат, так? Вот это В квадрат, так? Вот это наш треугольник. Это такой же треугольник. Вот это такой же треугольник. И это такой же. Четыре треугольника. Согласны? А квадрат, В квадрат и четыре треугольника. А с другой стороны, это косой квадрат и четыре треугольника. Вспомнили? Ребята, это, кстати, один из типичных способов получения задач для школьников. Надо взять просто какую-нибудь стандартную картинку и чуть-чуть ее там либо не дорисовать, либо там чуть-чуть с изменением дорисовать.